Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите «Эхо выборов». Сегодня об итогах прошедшего единого дня голосования говорим с депутатом Государственной Думы Олегом Смолиным. Олег Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, Елена, здравствуйте, уважаемые зрители! Олег Смолин, депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ, доктор философских наук, первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы, вице-президент Паралимпийского комитета, член-корреспондент Российской Академии Образования, председатель Общероссийского общественного движения «Образование для всех», президент Ассоциации издателей и пользователей учебной литературы «Российский учебник». Олег Николаевич, я хочу вас поздравить с безоговорочной победой на прошедших выборах. На округе, по которому вы баллотировались, вы набрали 48% голосов и, по всей вероятности, этот результат был ожидаем вашими противниками. В частности, депутаты от «Единой России» даже не стали выставлять своих кандидатов. Вы сами такой результат ожидали? Скажу так, я был недоволен результатом. Дело в том, что социологические опросы давали мне больше. Причем опросы проводили не мы, а скорее наши оппоненты. Но любовь народа не постоянно, поэтому результат, который я набрал, я считаю хорошим. Откровенно говоря, противника от «Единой России» мне не выставили, но из разных избирательных участков, из разных районов сельских приходит информация, что была дана, мягко говоря, рекомендация голосовать за Евгения Дубовского. Поэтому часть голосов, которые, или даже, наверное, значительную часть голосов, которые мог получить мой оппонент от «Единой России», получил, соответственно, Евгений Дубовский. Уже состоялось два заседания Госдумы нового созыва. Что вы можете сказать по их итогам? Предыдущую Государственную Думу журналисты прозвали взбесившимся принтером. Это название содержит в себе противоречие по определению. Принтер взбеситься не может. Он печатает то, что заложено в компьютере. Вот в этом отношении ничего не изменилось, но я думаю, что по сравнению с современной Думой, о предыдущей Думе, многие еще пожалеют. Дело в том, что мы действительно наиболее жесткие законы, не мы, конечно, а Государственная Дума действительно наиболее жесткие законы принимала тогда, когда в ней было конституционное большинство «Единой России». Я вспоминаю до сих пор созыв 2004-2007 года, когда принимался печально знаменитый закон о монетизации, который отобрал социальные гарантии у десятков миллионов людей без преувеличения. Поэтому думаю, что и в этой Думе может произойти нечто подобное. Тем более, что про пенсионную реформу не говорит только ленивый. Ну а экономический совет предпрезиденте, как известно, возглавляет Алексей Кудрин. И у него две любимые идеи. Это повысить пенсионный возраст и никому не давать денег. Так вот, у нас теперь наведен жесточайший порядок. Все депутаты должны обязательно сидеть на своих местах от и до. Я думаю, что многим нашим избирателям это понравилось, но они очень скоро поймут, что результат от пересадки слагаемых не меняется. Что теперь каждый сам из «Единой России» будет голосовать настрого по команде, которая поступит сверху. Проблема не в том, кто нажимает кнопки. Проблема в том, за что голосуют те или другие фракции в Государственной Думе. Поэтому я ожидаю, что на фоне ужесточенного порядка будут и ужесточенные законы. Вы, как и ранее, остаетесь первым заместителем председателя Комитета по образованию и науке. Я знаю, что этой теме уделялось много внимания на первом думском заседании. Ваш прогноз, какие нас ждут изменения в этой сфере? Давайте я подробно в свое время расскажу, когда появится у нас бюджет. Но сначала расскажу вот о чем. Мы на Комитете обсуждали последний правительственный доклад о реализации государственной образовательной политики. Доклад стал меньше, уже не 600 страниц, как сначала, а порядка 250. Более-менее компактный. Но участвуя в обсуждении доклада, я вынужден был сказать коллегам из Министерства образования и науки и из Комитета, все то же самое, что и раньше. Правительственный доклад не сумма ведомственных отчетов, не должен быть таковой. Иначе получается то же самое, что с известным костюмом в известной интермедии Аркадия Райкина. Пуговицы пришиты насмерть, не оторвешь, но вместо рукавов штанины, а вместо штанин рукава. Вот и здесь примерно то же самое. Ключевых системных проблем в докладе нет. Много-много всяких мелочей нет ключевых системных проблем. И какие это ключевые системные проблемы? Проблема первая, конечно, финансирование. Посмотрел официальный правительственный справочник. В докладе ничего. 13, 14, 15 год, каждый год сокращение доли расходов на образование. Сейчас она у нас, если верить правительственному докладу, а он явно приукрашивает слегка, составляет 4,14%. Это предпоследнее место среди развитых стран Организации экономического сотрудничества и развития. Это почти вдвое меньше того, что нужно для того, чтобы провести модернизацию страны. И я думаю, амичи и горожане, и селяне прекрасно это знают по своим детям, а педагоги по своим заработным платам. Когда мне мой выпускник исторического факультета, магистр, между прочим, не так себе, белой магии, я надеюсь, магистр, говорит, что за 24 часа в неделю, урока в неделю, он получает чуть больше 12 тысяч на руки. Но это просто нищета. Я когда начинал учителем в средней школе, я тогда получал, правда, за 27 часов 170 рублей, и это была средняя заработная плата по стране. Если верить официальным данным, сейчас средняя заработная плата по стране 36, мой магистр получает в три раза меньше. На фоне болтовни, я извиняюсь, о том, что здорово высели заработную плату учителя. Поэтому без увеличения финансирования образования никакой модернизации не будет, что бы там ни говорили. Это нереально, никому этого не удавалось, к сожалению, и нам не удастся. Но это не единственная системная проблема. Вторая системная проблема, о которой практически ничего в докладе, это проблема бюрократизации. Уже говорил, каждое учебное заведение по официальным данным комитета в год заполняет 300 отчетов в среднем. Российский учитель рекордсмен по времени, который он тратит на заполнение всякого рода бумаг. Это денег не требует. Но какие-то слабые попытки что-то упростить, облегчить, отстают от нарастающей бюрократизации в системе. Кстати, при комитете создается специальный совет по дебюрократизации образования по этому поводу. Соответственно, третья системная проблема, о которой нельзя не сказать, конечно, это проблема, связанная с разного рода реорганизациями. Новый министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что она остановила эти реорганизации. Но, как я понял, остановила они вполне. Может быть, в отношении вузов, но не их филиалов. И Министерство образования и науки за последние менее чем два года, с лета 2014 по весну 2016, закрыло в стране 1100 вузов и филиалов из 2500. Пятилетку в два года. Но это совсем не то же самое, что пятилетки в 30-х. Поэтому мы считаем, что это очень опасное явление, которое лишает многих наших ребят возможности получить высшее образование в стране. Кстати, когда нам говорят, смотрите, уже почти сравнялось количество мест в вузах с количеством выпускаемых ребят из 11 класса. Подтасовка. Дело в том, что примерно половина сейчас всех ребят, поскольку они боятся ЕГЭ, они после 9-го идут не в 10-й, а в колледже. В систему среднего профессионального образования и бывшие ПТУ. Потому что там ЕГЭ не сдавать. И там можно поступить без ЕГЭ потом в высшее учебное заведение, скорее всего, на какое-нибудь платное отделение. Короче, основные системные проблемы были обойдены. И, кстати, большинство членов комитета жестко довольно высказались по поводу этого доклада. Вообще, я думаю, в Новой Думе, судя по началу работы, ситуация будет такая. В комитетах мы будем позволять себе громить правительственную политику. Когда придем в зал заседаний, Единая Россия будет голосовать по принципу «все недовольны, но голосуют за». Олег Николаевич, а что скажете насчет социальной сферы? 26 октября я был как член депутатской группы «Солидарность» на Генеральном совете Федерации независимых профсоюзов России. Федерация Омских профсоюзов меня поддержала. Спасибо большое. Меня поддержали отдельно профсоюз работников агропромышленного комплекса, профсоюз работников образования, нефтехимической промышленности и некоторые другие профсоюзы. Отдельно. Плюс вся федерация. Я работаю в депутатской группе «Солидарность». Доклад Михаила Шмакова, который я выслушал, произвел на меня противоречивое впечатление. С одной стороны, доклад был крайне жестким. Я стараюсь мягче высказываться о министрах, не потому что я чего-то боюсь, а потому что мне потом с ними решать какие-то вопросы для Омской области, для моих инвалидов, для моих педагогов, детей или ветеранов. Вот. Вплоть до того, что по поводу новых идей о так называемом налоге на тунеядцев, то есть на тех, кому не дают работать и потом хотят наказать. Михаил Шмаков высказался так. Но тут надо, как в известном анекдоте, извиняюсь, из песни слова не выкинешь, либо крест снимать, либо трусы. То есть министру труда, с точки зрения Михаила Шмакова, недопустимо предлагать законы, ухудшающие положение трудящих. Ладно бы говорить министр финансов. Вот. Я узнал из доклада много... Ну, собственно, большую часть и так знал, но кое-что и новое. Ну, например, что номинальные доходы граждан России опустились до 2014 года. Что реальные доходы граждан опустились в среднем до 2011 года. Что минимальный потребительский бюджет, то есть то, на что более-менее нормально можно прожить в стране, это 36 тысяч. А минимальная зарплата в следующем году планируется 7800, сейчас 7500. И она еще больше будет отставать от официального прожиточного минимума. Что заработная плата в сельском хозяйстве у нас составляет 56% от заработной платы в промышленности. От заработной платы в среднем по стране. Что правительство опять предлагает отодвинуть эту несчастную надбавку в 1200 рублей к пенсии селянам с многолетним стажем работы в сельском хозяйстве. Сначала ее отодвинули с 2016 года вроде как на 2017, теперь предлагают на 2020. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, проблемы кризиса собираются решать за счет людей по-прежнему. Ну и Шмаков говорил о том, что профсоюз с этим бериться не должны. Но я руками подписываюсь. А дальше Михаил Викторович сказал следующее. Ненависимо от этого, мы поддержали по многим округам депутатов от Единой России. Но ведь всем понятно, что депутаты от Единой России никогда не будут голосовать за предложение профсоюзов о повышении минимальной заработной платы, о повышении пенсии, о введении немедленно этой самой пенсионной надбавки для села и за подавляющее большинство других предложений Федерации независимых профсоюзов России. Вот тут действительно одна рука критикует власть, в особенности Министерство финансов, другая рука обеспечивает прохождение в Государственную Думу тех, кто будет голосовать, не приходя в сознание. Численность фракций КПРФ в Государственной Думе существенно сократилась. Как теперь будете строить свою работу? Ну я лично так же, как и строил. Добавлять, что называется, часов в сутках, к сожалению, еще никто не придумал. У меня было две основные парламентские специальности, они же и останутся. Это с одной стороны образование и наука теперь, поскольку комитет по образованию и науке. С другой стороны, это социальная защита, мои традиционные подзащитные, это старшее поколение, это люди с инвалидностью, это дети, соответственно, и семьи с детьми, и другие, вообще интеллигенция в целом, и другие категории тех, кто нуждается в поддержке государства. Я понимаю, что работать будет еще сложнее, поскольку, повторю, бюджет 2017 года перекладывает основной груз экономического кризиса не на тех, у кого много денег, а на тех, у кого их мало. Кстати, по поводу этого самого закона о тунеядцах. Да, я еще раз хочу сказать, да, в советское время тунеядцев преследовали, но каждому человеку гарантировалась возможность работать. Сейчас возможность работать людям не гарантируется. Я знаю по некоторым моим близким, да, что без трудовой книжки, пожалуйста, тебя принимают в компанию и организацию с трудовой книжкой, когда надо платить реально не только 13% в подоходного налога, но еще и 30% в разного рода фонды тебя не принимают. А разве виноваты в этом сами люди, виноваты в этом в таком случае либо бизнес, либо правительство, которое создало те самые макроэкономические условия, любимая тема Гайдара, которые не позволяют малому и среднему бизнесу платить полностью положенные налоги и взносы. Но люди при чем? Они с удовольствием работали бы с отчислением в пенсию, в соцстрах, в медстрах, если им давали такую возможность. Это называется наказание невиновных. Естественно, мы против этого предложения будем делать все возможное, чтобы оно не прошло. Не могу не отвлечься на минуту. Больше всех меня удивил Игорь Юргенц, один из лидеров российских либералов. Казалось бы, либералы должны выступить категорически против налога на тунеядцев. Понятие тунеядство и либерализм несовместимы, но он с пониманием относится к предложениям российского правительства. Вот так вот либералы изменяют даже собственные либеральные ценности. И, наверное, еще об одной теме хочу сказать, которая, наверное, волнует наших людей. Это тема, связанная с пенсиями. Государственная Дву в первом чтении приняла проект закона о компенсационной выплате в 5 тысяч рублей в январе 2017 года. По этому поводу состоялась заочная дискуссия между вашим покорным слугой и известным депутатом в прошлом председателем комитета социального ныне и зампредом Государственной Думы Андреем Исаевым. Искуссия была очень интересная. Андрей Константинович нам сказал, не называя меня по имени, на всякий случай, что «Единая Россия» заботится о самых бедных. Потому что для тех, у кого пенсия большая, 5 тысяч – это мало. А для тех, у кого пенсия маленькая, 5 тысяч – это очень хорошие деньги. Много. Они позаботились о тех, кто получает мало. Мне пришлось напомнить Андрею Константиновичу, что пенсия, после которой, которая считается равной прожиточному минимуму в прошлом году, составляла 8800 рублей. Давайте поделим эти 8800 рублей, определим от них 13%. пенсионеров. Но если грубо, то это получится что-нибудь примерно 1100 в месяц. 11 месяцев 1100 рублей этим пенсионерам низко обеспечены, не доплачивали. Множим 1100 на 11, получаем примерно 12000 рублей. А теперь им вернут только 5. Так что я, конечно, понимаю, что у нашей коллеги Единой России квалифицированные специалисты, но арифметика штука упрямая, и против нее никуда не денешься. Обобрали всех. Обобрали и обеспеченных пенсионеров, и самых нищих пенсионеров тоже обобрали. Только им недоплатили чуть-чуть меньше. Но все равно минимум 7000 за год им тоже недоплатили. Мы, конечно, дали поправки как раз на эту тему. Будем выносить их на голосование Государственной Думы, но я представляю себе результаты этих голосований. Получается, все очень печально. Света в конце туннеля не видно? Свет в конце туннеля могут обеспечить только наши граждане. Повторяю, мы будем делать все, что сможем. Но надо, чтобы, скажем, если речь идет о пенсиях, ветеранские организации пришли к каждому депутату Государственной Думы. Прежде всего, к депутатам этой единой России. И сказали им, дорогой друг, ты избран. Но если ты не будешь голосовать за наши пенсии, мы никогда больше тебя не поддержим ни на каких выборах, а может быть даже будем инициировать вопрос о твоем отзыве. Вот тогда, может быть, некоторые депутаты, что называется, почешут затылок и проголосуют так, как они обещали своими избирателями. Ведь все клялись любить избирателя, да? Вот теперь пришло время доказывать клятву делом, а не полтовней. Олег Николаевич, спасибо за беседу. Всего доброго. На этом наш диалог завершен. Я напомню, у нас в гостях был Олег Смолин, депутат Государственной Думы от КПРФ. До новых встреч на нашем телеканале. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин